Фигурки изображали динозавров. При этом выполнены они были на удивление реалистично. Даже определить вид ископаемого не представляло труда. Из податливой глины руки неизвестных скульпторов вылепили брахиозавров, игуанодонов, тиранозавров и других до того времени неизвестных рептилий. Если принять официальную точку зрения о том, что эпоха динозавров существовала на протяжении буквально 150 миллионов лет, можно представить, сколько за это время существовало различных видов. Естественно, что нам известны самые кроме. Миниатюрные фигурки изображали динозавров в движении. Казалось, что их ваяли с натуры. Но доисторические ящеры, по представлению науки, исчезли за 50 миллионов лет до появления человека. Кто же слепил статуэтки и каков возраст находчий? Чтобы разобраться в вопросе о достоверности коллекции и находок Уидемара Жюрсуруда, на место выехали столичные археологи, которые сами выбрали место, где копать. Нашли статуэтки, удостоверились в том, что это действительно имеет древнее происхождение, никакая не современная фальсификация. И поздравили вроде сразу Жюрсуруда с великолепным открытием. Развязка оказалась неожиданной. Через пару недель часть участников экспедиции вернулась в столицу. Археологи, побывавшие на раскопках Вакамбара, объявили найденную коллекцию статуэток подделкой. Подобное утверждение наделало много шума в научных кругах. Мнения ученых разделились. У сторонников Вальдемара Жюрсруда нашлись веские доводы, чтобы доказать собственную правоту. Прежде всего, наводило на размышления количество найденных фигурок. Для выпуска десятков тысяч керамических статуэток необходим, по крайней мере, завод. Но Вакамбара его нет. Более того, в городке никогда не было промыслов, связанных с лепкой из глины. Да и людей, разбиравшихся в доисторических ящерах, в мексиканской провинции не нашлось. Малограмотные крестьяне, будь то в Мексике, будь то в Перу, которые, я уверен, в 40-е и 50-е годы прошлого века даже не видели книжек про динозавров, если вообще слышали такое слово, не могли придумать столь адекватных, так сказать, древних ящеров и еще их изобразить настолько живо и доходчиво. Удивляло ученых, что среди статуэток нашлись изображения и других доисторических видов животных. Например, саблезубого тигра и лошади, которая исчезла в Америке около 10 тысяч лет назад. Но если бы фигурку слепили древние очевидцы, то хрупкая глина давно бы рассыпалась от старости. Коллекция же сохранилась довольно хорошо. Она похожа на то, что ей там 2,5-3 тысячи лет, она захоронена не так давно, эта керамика сохранилась. Но тогда из этого следует, что 3-4 тысячи лет назад по Мексике бродили многочисленные динозавры, а человек на них охотился. Современные ученые считают, что нам известно не более 10% от всех видов динозавров, существовавших в прошлом. Палеонтологи находят останки ранее неизвестного вида древних ящеров в среднем 2 раза в месяц. Вывод напрашивается сам собой. Если эти скульптуры действительно лепили с натуры, то среди них должны быть и неизвестные нашей науке виды динозавров. А в скульптурах они есть. И это лишний раз подтверждает то, что это не может быть подделкой. Коллекция заинтересовала ученых в разных странах. Чтобы разгадать загадку статуэток, в Мексику из США приехал историк и антрополог Чарльз Хепгут. Ему удалось найти вблизи Акамбара новые захоронения глиняных фигурок. Нередко находили эти статуэтки прямо, собственно говоря, на участках под фундаментами домов. На основании чего появилась в том числе и версия о том, что внутри холма существует вообще нечто типа, может быть, скрытого помещения или даже скрытого города, где хранится некое тайное знание, в том числе из которого часть составляет статуэтки, в том числе с динозаврами. Но поиски вскоре были остановлены. Вальдемар Джульс Ротт истратил свои скромные сбережения и, не добившись признания, умер в 1964 году. Дом, хранивший в себе тайну, был продан. А коллекция осталась в мэрии под замком. Но даже после смерти исследователя споры в научных кругах не прекращались. Уже в 60-х годах удалось установить, что статуэтки были изготовлены несколько тысяч лет назад. Тем не менее, пару десятилетий спустя в популярных журналах коллекцию продолжали называть фальшивой. Авторы публикации утверждали, что человек не мог существовать одновременно с динозаврами. И все-таки у некоторых ученых оставались сомнения. Одно из, на мой взгляд, самых удивительных черт коллекции статуэток Вакамбара, то, что в ней есть изображения такие, про которые, собственно говоря, у нас археологи узнали только совсем недавно. Хотя пытается списать на фальсификацию, там, в середине 20-го века, но тогда никто же понятия не имел о том, что, скажем, целый ряд динозавров имел пластины на спине треугольной формы. Вот диплодоки те же самые, там, то, что мы привыкли называть чаще всего бронтозаврами и так далее. И оказалось, что коллекция, собственно говоря, предвосхищает знания палеонтологов современной. В 2000 году Вакамбара открыли музей, где и хранится коллекция статуэток. Всего в ней более 30 тысяч экспонатов. Жители города считают ее местной достопримечательностью. Но о происхождении фигурок археологи спорят до сих пор. Официальная наука считает, что современный человек появился около 100 тысяч лет назад. Могли ли предки людей видеть динозавров 4000 лет назад? Если предположить, что динозавры жили сравнительно недавно, то есть вероятность, что какой-либо вид мог просуществовать и до наших дней. Окаменелые останки динозавров впервые были обнаружены в начале 19 века. Своей величиной они поражают воображение детей и взрослых. Людям до сих пор трудно свыкнуться с мыслью, что существа величиной с дом и весом в десятки тонн когда-то населяли нашу землю. Именно среди них были самые чудовищные в истории планеты хищники – тиранозавры. И хотя большинство рептилий были безобидными травоядными, чаще всего вспоминали хищников. С человеком они пересекались лишь в фантазии создателей фильмов. Такая встреча вызывала у зрителей чувство ужаса. Считается, что люди никогда не видели динозавров, так как те вымерли за десятки миллионов лет до появления человека. Но странные находки свидетельствуют об обратном. Статуэтки, найденные неподалеку от Акамбара, могут служить доказательством тому, что люди и динозавры существовали на Земле одновременно. Среди исследователей, утверждавших это еще в 19 веке, были в первую очередь французские биологи. Они обнаружили множество ископаемых доказательств, настолько веских, что, несмотря на противостояние дарвинистов, научный мир не смог проигнорировать их. Археологи и палеонтологи посчитали находки неоспоримым научным фактом. Факт то, что человек и динозавр сосуществовали вместе в определенный исторический период, что категорически отрицается современными науками о Земле и о жизни на Земле. И после этого, после признания этого факта, уже, на мой взгляд, следует переходить к вопросам датировки. Изучая культурные наследия человечества, историки нашли еще одно подтверждение этой теории. Практически все народы мира сложили сказки, легенды и мифы о драконах, которые очень схожи с динозаврами. Стоит ли считать этот факт случайным совпадением или вымыслом чистой воды? Такие вещи зафиксированы в средневековых летописях. Чудо Георгия озмеет в одной из интерпретаций, тоже описывает очень ярко сцену борьбы Георгия с сухопутным динозавром без всяких крыльев, как это стало позже изображаться. Но если люди и динозавры существовали параллельно, то должны были остаться и материальные свидетельства о встречах с ними. Изучая этот вопрос, антропологи зафиксировали несколько уникальных случаев, каждый из которых подтверждает такую возможность. 1977 год. Новая Зеландия. В апреле 1977 года экипаж японского рыболовецкого судна «Зу Ямару» обнаружил в море у берегов Новой Зеландии странные останки какого-то водного чудовища. Моряки выловили тушу из воды, измерив и сфотографировав тело, судовой биолог взял пробы тканей. Вскоре сенсационное сообщение облетело весь мир. В июле 1977 журнал «Тайм» публикует сенсационный репортаж. Существо, которое уцелело с доисторических времен, было обнаружено на глубине более 300 метров у побережья Южного острова. Палеонтологи из Токийского музея естественной истории пришли к выводу, что монстр принадлежал к семейству плезиозавров – огромных рептилий с маленькими головами, длинной шеей и четырьмя плавниками. До недавнего времени считалось, что плезиозавр исчез с лица Земли около 65 миллионов лет назад. Но встреча с ним у берегов Южного острова заставила ученых в этом усомниться. Правительство Японии признало находку главным научным открытием года. Тем более, что раньше произошла похожая история с кистеперой рыбой. Окаменелости этого доисторического существа были найдены в слоях, возраст которых 70 миллионов лет. Был сделан вывод, что вид вымер именно в это время. Но в 1938 году в Южной Африке была выловлена живая кистеперая рыба, что стало настоящей сенсацией. Моя точка зрения, что отдельные виды древних рептилий дожили до сегодняшнего времени. И все же очевидно, что так долго просуществовали далеко не все виды доисторических рептилий. Так или иначе, большинство из них канули в лету, много тысячелетий назад. Но тогда откуда же в коллекции присутствуют изображения динозавров, о существовании которых науке стало известно сравнительно недавно? По мнению экспертов, глиняным статуэткам Акамбара всего 6 тысяч лет. Но если в слоях 6 тысячелетней давности следов динозавров не найдено, а статуэтки подлинные, то где же древние мастера могли все это увидеть? Единственное объяснение в том, что эти знания им достались от предыдущих поколений. Вот что касается конкретно этих коллекций, на мой взгляд, это может быть тоже такой вот какой-то передачей знаний. Ну, например, да, например, грубо говоря, кто-то передает знания о динозаврах. Как это проще сделать? Не рассказать, а показать. Показывали фильм Спилберг детям. Говорим, дети, вот вам динозавр. Вот. Садятся, делают. По одной из версий Вакамбара когда-то было нечто подобное музею или школе изобразительных искусств. Можно предположить, что студенты копировали фигурки с древних статуй. Многие уверены в том, что оригиналы скульптур до сих пор находятся внутри холма Эль Тора. По неизвестной причине они до сих пор не найдены археологами и ждут своего часа в недрах земли. В этом местные жители усматривают своеобразный знак судьбы, считая, что люди попросту не готовы раскрыть тайну коллекции и переосмыслить ход развития человечества. Даже если фигурки Агамбара являются копиями из более древних оригиналов, это все равно не решает главные проблемы. Все равно получается, что люди должны были видеть динозавров, чтобы их изображать, тем более изображать в такой динамике, настолько живописно, что не возникает сомнений, что это изображение живых существ, сделанных свидетелями. Неужели действительно люди и динозавры когда-то очень давно дружили друг с другом? 1966 год. Перу. Город Ика. Профессору медицины Хавьеру Кабрери друг детства дарит небольшой камень с изображением странной рыбы. Он был найден в древнем индейском захоронении. Рисунок явно напоминает кистеперую рыбу. Заинтересовавшись, профессор скупает целую партию таких камней. Среди них Кабрерра обнаруживает несколько образцов с рисунками на медицинскую тему. На одном из камней был изображен сложный операционный процесс. Профессиональный хирург Кабрерра оказался заинтригован. Он начинает коллекционировать камни, украшенные рисунками. Но больше всего ученого поразили композиции с динозаврами. Доисторические ящеры, нарисованные неизвестными художниками, мирно соседствовали с человеком и даже использовались как ездовые животные. Камнем Ике В одном месте сосредоточено десятки тысяч артефактов, которые раскрывают жизнь древней, совершенно неизвестной нам цивилизации. И одна из сторон этой жизни это сосуществование человека и динозавра. Причем сосуществование как бы в разных непостасиях. Сцены, изображенные на древних камнях, ставят под сомнение привычные постулаты истории. Профессор Кабрерра отправляет свои находки на экспертизу в Лиму и в лабораторию Боннского университета. Оттуда он получает официальный ответ, в котором подтверждается древнее происхождение камней. Кроме того, эксперты пришли к выводу, что они были захоронены сразу после изготовления. Камни выставляются в музее как подлинные произведения древней культуры и в середине 70-х годов становятся настоящей сенсацией. Показаны динозавры как домашние животные, показаны как дикие, на которых человек охотится и вступает в постоянную борьбу, прежде всего с хищниками. Но это настолько выпадающий из современного мировоззрения феномен, что внедрить его в наше сознание крайне сложно. Но он есть. Отрицать его подлинность, на мой взгляд, бессмысленно по ряду причин. Выводы технических экспертов были опубликованы и при этом единодушно проигнорированы как археологами, так и историками. Но развенчать сенсацию не удалось. Шумихи добавляют начавшиеся гонения на ученых, поддержавших новую теорию в науке. В 1975 году по закулисным сценариям в отношении профессора Кабреры совершаются провокации. В Перу, как и везде в мире, достаточно много черных археологов. Там у них специальное название Лакерос. В общем, двоих поймали очередных и заставили их признаться в том, что они якобы сами изготавливали камни с рисунками. Ну, это было как бы условие того, что их не привлекли к суду и сроки там достаточно серьезные за эту практику Лакерос. Поэтому понятно, что людям могли дать согласие. На место сразу же приезжает группа столичных журналистов. Газеты тиражируют сфабрикованную новость. Загадочные камни вовсе не научная сенсация, а ловкая мистификация, жертвой которой и стал доктор Кабрера. То, что подделки явно отличаются от оригиналов, ничуть не смущает закулисных разоблачителей. Они все-таки добиваются своей цели. Шум вокруг коллекции постепенно утих, и сенсацию свели на нет. Революционное открытие не состоялось. Проводилась многократная экспертиза в различных лабораториях в Америке, в том же самом Перу, в России, в Германии, в Испании, которая показывает, что эти камни сделаны в древности. Во-вторых, существует многократное свидетельство находок самих этих камней в древних индейских могилах. Пускай этим могилам полторы-две тысячи лет, но камни с изображением динозавров лежат. В могилах инков или в могилах культуры ика, парака, снаска лежат. Андрей Жуков известный российский исследователь, автор книги о камнях Икки. В 2004 году во время одной из поездок в Перу он вместе со своими коллегами из США изучал древние находки. Ученые использовали полицейский микроскоп с увеличением в 200 раз. Исследования камней, проведенных прямо в помещении музея, подтвердили их подлинность. Во-первых, в гравированных бороздках, из которых состоят рисунки на камнях Икки, нет никаких следов карандаша или маркера, которыми якобы фальсификаторы наносили эскиз на камне, прежде чем вырезать сам рисунок. Во-вторых, исследования под микроскопом показали, что внутри бороздок нет никаких микрочастиц металлов, которые неизбежно должны были там остаться. И, наконец, третье. При сильном увеличении в микроскопе видно, что внутри самих бороздок, гравированных бороздок, сохранился слой оксидной пленки, точно такой же, как и на остальной поверхности камня. Не менее поразительный результат был получен относительно техники нанесения рисунков. Исследования показали, что рисунки на некоторых камнях были выполнены в технике низкого рельефа. Изображение на полтора миллиметра выше, чем остальная поверхность камня. Ученые не смогли дать ответа, каким образом это могло быть сделано. Единственное предположение от специалистов заключалось в том, что древний художник мог использовать алмазный резец, но это означало очень высокий, фактически современный уровень технологий. То, что про цивилизации существовали, то, что они по техническому уровню развития превосходили нашу современную цивилизацию, никаких сомнений уже у современных серьезных ученых не возникает. Возможно, такие инструменты применялись во времена одной из каких-то погибших цивилизаций, сведения о которой утеряны человечеством. Современные ученые не сомневаются, возможность подобного поворота событий велика, а камни с низким рельефом служили оригиналами для более поздних копий. Мы общались с археологами, которые лично доставали эти камни из древних покребений и нам их демонстрировали. То есть, сомнений в подлинности данного культурного феномена у нас нет. Вопрос интерпретации гораздо сложнее. Это еще работать и работать. Официальное непризнание не остановило Хавьера Кабрерро. Он посвятил коллекционированию и изучению всю оставшуюся жизнь. Многие камни были найдены, когда протекающая поблизости река сменила русло. Доктор Кабрерро истратил почти все свое состояние на приобретение этих загадочных артефактов. За 40 лет он собрал более 11 тысяч образцов. Основная масса камней имеет размеры арбуза. Но некоторые экземпляры достигают веса 500 килограммов и высоты до полутора метров. Такие крупные изделия невозможно изготовить кустарными методами. Поскольку Кабрерро был врачом, поэтому он обратил прежде всего внимание на те рисунки, на которых были изображены какие-то хирургические операции. Анализируя их, Кабрерро сделал вывод, что на них изображены операции по трансплантации разных органов, в том числе операции на головном мозге. Есть изображения более простых операций, но для нас из тех операций, что там показаны, самое простейшее, это операция кесарево-сечения. То есть видно, что рассекается чрево матери, достается оттуда плод. В 1976 году Кабрерро публикует книгу, в которой подробно описывает коллекцию. Он выдвигает гипотезу об уникальных знаниях, которые не сохранились до наших дней. Профессор называет коллекцию библиотекой в камне, доставшейся от древней развитой цивилизации. Своё мнение Кабрерро объясняет тем, что в древности разрисованные камни исполняли роль книги, тем более, что вся письменность в Южной Америке была уничтожена ещё во времена инков. Я бы сказал, что пра-цивилизация была более высокоразвита, чем известные ранние цивилизации нашей эпохи. Основные мотивы изображения образуют отдельные серии, а каждая тема древнего послания содержит от 6 до 200 камней. Кабрерро после многолетнего изучения загадочных рисунков пришёл к поразительным выводам. Он считал, что на камнях изображены даже очертания древних материков. Кабрерро был убеждён, что десятки миллионов лет назад древнее человечество было уже создано и управлялось высшими существами. Это подтверждается мифологическими источниками, подтверждается теми наблюдениями Майя, которые мы видим. Также инки датируют появление человека по их мифологическим источникам даже в более древнее время. Профессор Кабрерро считал, что стремление к познанию предкам человека привили некие высшие существа, возможно, пришельцы с других планет. На таинственных рисунках можно видеть, как древние люди поднимаются в небо и исследуют космос с помощью приборов, напоминающих телескопы. По мнению профессора, получив уникальные знания, люди не смогли правильно ими распорядиться. В результате над человечеством нависла угроза вымирания. Тогда, чтобы знания сохранить, была создана библиотека в камне. Она единственная, что уцелела после глобальной катастрофы. После этой катастрофы, когда на смену процивилизации уже пришло наше человечество, оно утратило те знания, которые были собраны в сокровищнице знаний процивилизации. На камнях ики люди не только соседствуют с динозаврами. Есть сцены, где они с ними сражаются. Этот вид ящеров называется стегозавров. Удивительно, что для борьбы с доисторическими чудовищами воины используют обычное оружие, как и для охоты на мамонтов. Если даже считать это иллюстрацией к мифам, то поразительно, насколько точно изображения древних монстров напоминают динозавров. Я могу сказать лишь одно, что человек, как мог вступать в единоборство, с динозаврами, так мог их и приручать. В мифах, в легендах и в тех же древнейших петературных памятниках мы находим тому подтверждение. Самыми удивительными изображениями являются те, где динозавры представлены в качестве домашних животных. На одном из камней изображен человек, едущий верхом на трицератопсе. Причем на спине ящера изображена попона, а наездник держит в руках курительную трубку. На другом рисунке человек летит на пхеродактиле. Есть сюжеты, где драконы встречаются, добрые драконы, мудрые, которые помогают людям. Это наверняка отражение. Ведь, знаете, мифы – это отражение реальных событий. Незадолго до своей смерти в 2001 году Кабрере удалось отыскать таинственную кладовую, где хранится огромное количество камней и керамических статуэток. Он отказался от комментариев и не выдал ее местонахождение. Своим последователям профессор сообщил лишь приблизительные координаты кладовой. Гранитные пещеры на полуострове Паракас. Кабрерра знал, что древние оригиналы имеют своих строгих и молчаливых хранителей. Он считал эти пещеры искусственными сооружениями. Но кто их строил, до сих пор неизвестно. Сегодня таинственные подземелья закрыты для посторонних. Те, кому удавалось в них проникнуть, утверждали, что подземные ходы протянуты на много километров. А стены некоторых из них имеют совершенно ровную и явно искусственную поверхность. Какие тайны скрыты в их недрах? У науки до сих пор нет ответа на этот вопрос. Собственно, из-за того, что коллекция не изучается, остается не раскрытым самый главный вопрос. Откуда получены такие, на самом деле, очень детальные знания? То есть, либо были в древности какие-то палеонтологи, аналогичные наши, которые изучали, либо люди вообще действительно жили среди динозавров, либо существовала вообще какая-то цивилизация-посредник, которая, благодаря своему высокому знанию, знала о динозаврах, имела информацию, и передала ее людям, которые изготавливают эту коллекцию. Тысячи подлинных находок свидетельствуют, что человек живет на нашей планете уже десятки миллионов лет и существовал еще во времена динозавров. Но в официальной науке господствует теория Дарвина, которая в случае признания этих фактов не выдержит конкуренции. В 1993-м американский ученый Майкл Кремо и Ричард Томпсон публикуют сенсационную книгу «Неизвестная история человечества». В ней приводятся поразительные данные о том, как много неудобных фактов было скрыто от общественности. Книга приводит многочисленные доказательства того, что современный человек существовал на Земле на протяжении многих миллионов лет. Эти ученые являются просто великими подвижниками. Они сделали великое дело. Они собрали столько фактов, которые подтверждают существование иной научной точки зрения, той точки зрения, которая как раз аргументированно противоречит дарвиновской теории. После выхода книги многие ученые поставили под сомнение господствующую в науке теорию Дарвина. Ведь исследования, проведенные археологами, выявили принципиально новые факты. Стало очевидно, что до сих пор в распоряжении ученых оказывались лишь останки древних обезьян и ни разу останки представителя так называемого переходного звена. Таким образом, лишь в конце 20 века обществу стало известно, что многие доказательства того, что человек произошел лишь недавно от предка, похожего на обезьяну, оказались откровенными фальсификациями. 1891 год. Анатом Эжен-Дебуа находит на острове Ява череп обезьяны, а спустя год в 14 метрах от него бедренную кость человека. Он заявляет, что череп и кость принадлежат пятикантропу, недостающему звену между обезьяной и человеком. О находке, как о доказательстве эволюции, рассказывают на уроках истории и биологии. Но со временем выясняется, что кости человека и обезьяны совмещены искусственно. Сан-Дебуа через 30 лет вынужден был признать, что в тех же слоях он обнаружил множество обычных человеческих черепов. Однако находку из музея в Нью-Йорке убирают только в 1984 году. Фальсификации есть во всех науках. Их делают чаще всего бессознательно, а иногда и совершенно сознательно, чтобы получить некие преимущества в жизни, в научных работе. Но это к серьезной науке отношения не имеет. В июне 1912 года английские ученые находят в Пилдауне 9 фрагментов черепа. Они заявляют об открытии переходной формы от обезьяны к человеку. Предполагаемого предка называют Пилдаунским человеком. Ну, казалось бы, если ты высказываешь столь сложное, неочевидное утверждение, то его надо проверить. Или если его нельзя проверить, то, по крайней мере, предложить науке проверить, она, когда сможет, это сделает. Анализ проводится лишь через 40 лет, в августе 1953 года. Оказывается, что у находки человеческий череп и подкрашенная челюсть орангутанга. Да, говорили, здесь мы допустили перегиб, здесь какие-то фальшивки. Но, тем не менее, смотрите, как эволюция-то происходит, развитие-то идет. И вот, значит, сам механизм вверен, пытались уговаривать ученые и своих коллег, и остальных людей. В 1922 году в штате Небраска в плеоценовом слое был обнаружен зуб. Глава Американского музея естественной истории заявляет, что зуб принадлежит недостающему звену. Этой реконструкции дают название гисперопитек, то есть западная обезьяна. Журнал London News публикует иллюстрацию целого семейства гисперопитеков. В 1925 году эту картинку как доказательство эволюции показывают во время нашумевшего обезьяньево процесса над школьным учителем, преподававшим на уроках биологии теорию Дарвина. Исследования продолжаются и в 1927 году наконец находят полный скелет обладателя заветного зуба. Ко всеобщему изумлению выясняется, что зуб принадлежал ископаемому кабану. Во второй половине 20 века антропологи заявили, что переходным видом является австралопитек. Его останки были обнаружены на территории Эфиопии. По своему физиологическому строению это существо более всего похоже на обезьян. Но его нижние конечности имеют форму, при которой австралопитек мог хоть и медленно, но все же ходить. Однако, если предположить, что это первый вид обезьян, приблизившийся к человеку и начавший передвигаться на двух конечностях, то все равно остается вопрос, почему он встал на ноги? Ответа нет до сих пор. Единственное, что при этом говорится, что так удобнее обозревать окрестность и находить потенциального хищника. Но как раз таким образом, прежде всего, попадешь на обед хищнику, потому что все остальные прячутся в траве, один-единственный торчит, он должен быть идеальным бегуном, чтобы справляться. Но как раз ставший на задние ноги, обезьяна потеряла способность быстро убегать от врага. Многие ученые считают австралопитека просто вымершим видом обезьяны, обитавшим на Земле 3 миллиона лет назад. Тем более, что в одно время с ним, и это подтверждено наукой, в той же Африке уже жили существа по физиологическому строению, очень близкие к современным людям и ничего общего не имеющие ни с австралопитеком, ни с одним видом древних обезьян. Привычные представления об эволюции попросту оказались фикцией. Вот такое древо было сделано, было опубликовано в 1931 году, и мы видим, что оно действительно похоже на древо. То есть много точек ветвления, они происходят в самые разные времена. На схеме отмечались факты и даты, когда ученым удавалось находить останки древних людей. Здесь же указываются их виды и названия обнаруженных костей скелета. И вот что от этого древа осталось. Публикация 2002 года во французском журнале оказалось, что от этого древа есть только одни черточки. Никто не знает, как их друг с другом соединить. Подытожить полученную информацию ученым до сих пор не удалось. На вопрос, от кого же все-таки произошло человечество, до сих пор ответа нет. Да, человеческих предков, безусловно, кто были человеческие предки. Это является одной из загадок истории. В 19 веке против дарвинизма громко заявили французские биологи. Но в конце 20-го англичане почти поставили точку в споре с приверженцами официально признанной теории. Ученые из Лондонского геологического общества и Палеонтологической ассоциации Англии проанализировали все имеющиеся современные данные. 120 специалистов подготовили 30 глав фундаментальной работы. Ученые доказали, что каждый вид имеет свою отдельную историю. 2500 групп ископаемых растений и животных появились в геологической летописи нашей планеты словно сами по себе. Все виды животных также отличались друг от друга, как и теперь. Нет никакого общего предка, как нет и переходного звена с рептилиями. И тем более уж теория Дарвина не объясняет происхождение жизни на Земле и не объясняет развитие человека. Многие современные исследователи отрицают существование в прошлом как вида пятикантропов, евантропов, синантропов и так далее. Они оказались продуктом воображения ученых, желающих найти доказательства эволюции по Дарвину. В то, что из одного вида мог произойти другой, ученые еще верили во второй половине 20 века. Такой одиозный деятель, как Лысенко, например, считал, что белки со временем могут превратиться в кукушек. Сегодня идею называют бредовой, но при этом продолжают искать то самое пресловутое переходное звено. Так от кого же произошел человек? Когда и каким он появился на Земле? 1982 год, штат Техас, США. Бывший священник и антрополог-любитель Карл Баух начинает раскопки в районе реки Палакси. Еще в 1909 году в окрестностях этой реки в Техасе местные жители нашли странные трехпалые следы, отпечатавшиеся в окаменелом дне древнего русла. Вскоре выяснилось, что это отпечатки лап динозавра. Через год были найдены другие следы, которые очень напоминали следы человека. Самое интересное, что они пересекались со следами реликтового ящера. Так, словно человек шел по следам динозавра и, возможно, охотился на него. Позже ученые не раз обнаруживали подобные находки, но затем объявляли их фальсификацией или объясняли возможным недоразумением. Проблема же возникновения человека, под которым мы понимаем человека сознательного, человека разумного, это я пока не уверен, что это проблема биологическая, что она может ее решить. Карл Баух и его помощники снимают верхний слой камня и обнаруживают новые следы. Они находят и другие свидетельства одновременного существования человека и динозавра. В некоторые из них просто трудно поверить. Самый четкий и глубокий отпечаток ноги, отпечатавшийся в юрский период более 100 миллионов лет назад, специально вырезают из породы как доказательство. Его называют след великана и считают, что в окаменевшем иле он оставлен древним гигантом. В породе находят также замурованный молоток, похожий на современный. А в куче гравия откапывают даже окаменелый человеческий палец. Эти невероятные находки предъявляют ученым. Большинство сходу заявляет, что все это подделки. Но серьезные исследователи решают их проверить. Геологи изучают след и выясняют, что он действительно человеческий и отпечатан в той же скальной породе, что и следы динозавров. Причем глубже продавлены места именно там, где при ходьбе действовала большая сила. Ученые отвергают всякую мысль о подделке и утверждают, что след настоящий. Еще более поразительным оказывается сканирование окаменелого пальца. На экране становится четко видно его внутреннее строение, явно различимы кости, связки и слои кожи. Не остается и тени сомнения, что это действительно человеческий палец. Это доказывает, что человек жил в этих местах вместе с динозаврами более ста миллионов лет назад. Кроме того, длина следа более 60 сантиметров. Это означает, что рост древнего человека достигал 7 метров. Не потому ли предания почти всех народов утверждают, что до потопа на Земле жили могучие гиганты? При таком росте древние люди действительно могли бороться с динозаврами и даже приручать их. Кости людей, гигантов, находили на разных континентах. Ученые называют их мегантропами. И таким образом этот вопрос обходится. Попадалась мне информация, славесная информация о том, что в Колумбии членам нашей высокопоставленной делегации показывали закрытые раскопки 5-6-метровых гигантов. Не меньшее удивление ученых вызывают находки, возраст которых еще древнее, чем останки динозавров. Уже в 20 веке южноафриканские шахтеры находили в толще земли сотни металлических шаров. Эти удивительные предметы были обнаружены в отложениях, возраст которых оценивается около 3 миллиардов лет. Над ложбинами, опоясывающими шары, видны небольшие углубления. Специалисты утверждают, что ни один природный процесс не мог привести к их образованию. На сегодня они являются одной из самых больших загадок для науки. Ведь если шары сделаны человеком, значит, он существовал тогда, когда на Земле, по нашим представлениям, вообще не было никаких существ. Подтверждением громадной древности человечества может служить и замурованный в древней породе молоток, сделанный из сплава железа, с двухпроцентной примесью хлора. Физики считают, что в наше время получить такой состав попросту невозможно. Мы сейчас потонули в море гипотез. Кто-то говорит, что действительно разум имеет внеземное происхождение, кто-то говорит, что все возникло из какого-то вселенского бульона, в котором зародились троски жизни. Сегодня для историков и антропологов очевидно. Появление разумных существ на Земле не было ошибкой природы и не зависело от случайностей. Древние коллекции ждут своего часа, и, возможно, именно они помогут ученым окончить спор о происхождении человека. Начат он более двух веков назад, но не закончен до сих пор. Несмотря на обилие гипотез, ученые пока не решаются признать истиной ни одну из них. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok